всем привет с вами атом добро пожаловать на вторую часть генеральских буднях в игре казаки 3 и у нас сегодня фуфа на пятерых человек у нас играет айрон хван из клана крес антоха также из клана крес фирс но также из клан крес нарывар и я крес атом у нас фуфа нации рандомные есть захват есть артиллерия поэтому будет интересно по нациям у нас у фир снова россия у антохи венгрии у айрон хвана и португалия и у нарывара пьемонт у меня же было швейцария но и погнали бой у нас будет достаточно интересно у нас 15 минут времени мира давайте ускорим пока в игру все равно ничего интересного не произойдет ну и все зависит от первых боевых действий кто успеет нацию забрать кто успеет что сделать естественно за россию фир снова идет в пикинер хочет зараживать своих оппонентов ну и как удачно у него это получится мы увидим дальше венгрием гадюки от антохи должны они привнести победу ему в руки но и пьемонт пока что через одну казарму идет нарывар не видно дальше у меня строится пикинеры ну и драгуны с конюшен так но засылается все шахты в общем-то пять минут времени мира стало до конца и начало боевых действий пока что у нас ставится забор это всех просто антоха решил даже в углу поставить забор чтобы если что отступить но остается у нас три минуты можно потихоньку замедлять скорость давайте на единицу ускорим буквально драгуны заказаны от фаер снова в количестве 100 штук при этом него 400 пикинер дверь депо у айрон хвана у нас две казармы 2 3 конюшни 3 не запущена у антохи у антохи кори из гайдуков стоит на базе дип-центр только сейчас строится век выходил нет интересно антоха играл не совсем понятно у нарывара 4 конюшни без подковы 3 казармы решил пороться он в этом у атомы не знаю как как себя называть и будем называть себя себе собой 4 конюшни спадковы и 2 казы пикинер ну и прокачка потихоньку шахт так у нас собирается боевых действий форс но уже выдвигается на базу к антохи а у антохи то ничего практически не вкачан у него есть тележка есть топор работа бы антоху подменили он никогда так не играл такое ощущение рассеивает свои отряды потому что видит что там есть пушки ну и от пики рассеянными отрядами если нет удержания в принципе даже чем-то легче отбиваться но фэр снова решил отойти он захватил венгрию на однако ответочка ответочка от антохи он захватывает россию и должен принципе по убивать тут неплохо шахты 13 атаки у венгерских гусары они до убивают хорошие шахты достаточно тут трехслойные заборы на всякий случай как говорится ну и положение очень даже выгодные все-таки у айронхван на самом деле самое невыгодное пожалуй положение которые просто со всех сторон можно напасть на него ну и что и происходит на самом деле антоха бежит уже во все стороны тут у нас совершается битва между антоха и фэр снова в антохе нет ни одного гоританы гайдуков но может быть него как-то и получится отстрелять но конечно не чем не чем отстреливать просто силы выстрела нету а там наверное если еще и керасы взяты нет керас нету но зато плюс 3 бонус от формации формация дает конечно преимущество безусловно 400 как-никак ну и как-никак получается у фэр снова продавить антоху на центре пока что сидит айронхван тут попытка тоже захватить нацию центрального игрока но тут к сожалению не судьба антоха отходят к своему заранее заготовленном пути на угол карты конечно на данный момент кажется что он проиграл но посмотрим как будет дальше пьемонт тут потихоньку развивается что тут интересного есть у него также четыре конюшни если подкова надо глянуть есть конечно подкова по силам выстрела него пока ничего не опнуто ну в общем то фар снова решил отступать своими пикинерами ну и потихоньку отстреливается он гайдуками гайдуки так до сих пор они не вкачаны может быть он успел взять скоростейность но 11 урона и это конечно почти ни о чем на того что считайте 7 защиты и 4 урона если без отряда гайдуки ну это как-то ни о чем только на каретах выезжать на самом деле поэтому тяжело на рвард тут еще дополнительно пришел драгами попытается он тут захватить нацию покалечить врагов да он выводит россию и вполне она может оказаться в руках тут потихоньку попытка уничтожить забор который не построен и вылазка с базы тут уже век перешел есть уже все в руках есть уже шар первого из всех фэр снова взял кирку принципе а тележки нету пока ну может быть будет позже только взял подкову эронх он взял пару сил и строится скоростейности ну и в принципе продолжаем так база натохи то по сути покорена и но осталось пачка войск тут попытка была захватить нацию был кстати gc под контролем у меня но к сожалению не успел крестьянин выйти я пытался гусарами бегать не успел просто выйти крестьянины и не удалось мне получить венгрию пока что до сих пор сижу с одной нацией и собственно лонаре вооружу захватил третью для себя нацию это португалия фэр снова пока сидит на базе пытается во первых сохранить свою территорию во вторых немножко разжирить арен хван ясно понятно что не атакует конечно же ему надо в деф играть и на контратаках ловить своих оппонентов разумеется попытка захватить нацию принимается с моей стороны уже потихоньку начинает составиться к за 18 века но и все ради егерей народ переходит в наступление в данный момент и и по силам быстро у него ничего не взято но в принципе можно наменять парочку грейдов так точно построена пока расстраиваются другие нации конечно это проблема некая нет у него вообще никаких апов вот первая скоростей нас прошла у меня же было что есть только угольные силы выстрелом не хватало мне почему-то на скорострелку века еще раз века говорится ну вот берется скорострелка и ждется ожидается момент но в принципе можно уже воевать и пора идти в атаку дрова распределяет свои войска по на три фланга центральный у него самый слабый на данный момент хотя справа тоже достаточно мало войск ну и монолитные просто огромные кучи пикинеры ерундаширую продавливает моя армия швейцаров которые все-таки имеют еще неплохую силу быстро скорострельностью как-никак там же тоже угольная сила быстро скорострелка взята ну принципе пока что получается отбиваться но и фэр снова войска идут на нарывара незнамо зачем как бы надо убивать айронхвана но пока не происходит данного события уничтожаются драгуны зажатые да не могли отступить через чистокол тут есть пару дырочек но не стал нарывар это все осуществлять до 3 нации но не позволяет не позволяет просто захвачена россия только сейчас появилась дополнительная нация что конечно отсрачивает некую помощь с ее стороны у фэр снова уже четыре конечно венгерские две казармы 2 гц жкин конечно уже можно и третье было поставить антоха тут потихоньку восстанавливается у него три нации что позволяет безусловно очень неплохо стартовать экономику него можно считать с нуля по количеству крестьян очень мало сохранилась но и аренхван тут драгунами своими пытается уничтожить базу нарывара но нарывар тут потихоньку до отбивается но приходит огромная куча от фэр снова и ее уже не остановить потому что русская пика все-таки в огромных количествах еще при поддержке больше 6 60 драгун конечно наемных не позволяет держаться нарывару ну и в принципе тут попытки обстреливать просто забор чтобы зайти не в слишком узкое пространство ну если в итоге нарываре прессует даже не моя армия ну и фэр снова спокойно достаточно убивает базу мы пока у нас временные затишье захвачена в принципе очень много нарывар сдается тут уже судьба его определена так пока что одна казарма века строится время на мушкетеры потом будут егеря мушкетеры потому что надо какую-то массу стрелков заиметь ибо из касс 17 почти не не было стрелков произведено за все время очень мало ну и теперь по сути будет противостояние между айронхваном и фэр снова ибо они находятся ближе всех друг другу им надо сцепиться друг с дружкой так антоха у нас тоже взял шар и айронхван тоже взял шар взял подкову все в общем по фэншую мы продолжаем смотреть разумеется дип-центр стоит от венгров у фэр снова ну и потихоньку копится антоха надо ему развиваться разумеется занимает он свои шахты но есть захваты и их надо защищать защищать безусловно тяжело потому что база во первых не там а войска туда отправлять опасно потому что можно загореть на себя кого-то из противников ставится арт эпохи ну вот в чем бич так уж скажем таких вот каток когда есть захват и артиллерия просто происходит обуз артиллерии и захочена третья нация пьемонт достаточно полезно на данный момент уже россия потихоньку начинает отстраиваться но и в принципе угловое положение позволяет развиваться дальше айронхван тут пока задержит снова фэр снова задержит айронхвана чтобы выйти на меня антоха потихоньку также как и я развивается но антохи в том прикол что ему куда тяжелее ибо у него все-таки даже производственных зданий маловато ну по крайней мере войск принципе по крестьянам там немало тут и рагуны от фэр снова прибежали хотят что-то сделать но что именно непонятно так козы века уже закладывается от фэр снова у айронхвана пока ничего не наблюдаем при этом он захватил только одну нацию и ту же ее не развивает что на самом деле косяком является либо хотя бы век надо иметь либо развить хотя бы как-то другую нацию но потихоньку происходит развитие все-таки очень потихоньку но и перехожу на и гиреи стрельцы и сказ за россию потому что ну на данном этапе от пикинер уже смысла нету ибо уже нации по три штуки у каждого и просто-напросто плохо будут танчить пики да не будут свою пользу вносить но от стрельцов даже больше и и будет даже плохо в качанах потихоньку накапливаются силы антохи может быть он еще несет свою лепту в данное сражение прошло уже 30 минут от данной битвы ну и когда же будет решена судьбам центрального нашего игрока пока что он пережил уже норовары и снесения база антохи козы века уже запущенные пикинеры 18 столетия ну и 4 gc за пьемонт что достаточно хороший буст дает по количеству крестьян производства по крайней мере но и россия тут потихоньку осваивает каменные залежи что разумеется надо либо у него кирка взята за россию и надо реализовывать и три орды потока русских двор депо у нас венгерских и но самом деле у аренхвана сейчас очень тяжелое положение ибо он почти не развивает другую нацию а свою не успел выйти век и хотя бы добровольцы встроить из казарм восемнадцатый век который бы могли бы очень сильно помочь но пока этого не происходит пикемонт пока что только буквально начинает распространяться у меня по базе так расскажем такой 2gc появилась ну и расстановка арт-депо от россии ну и накопление армии разумеется пока понятно что на меня еще скоро уж точно не нападут поэтому надо развивать другие нации и тут одновременно три казарма 17 века за португалии такое ощущение как будто просто аренхван отошел ну куда и как непонятно надо развивать другую нацию все-таки ресурсы пока позволяют надо пневмонт развивать две казармы там три конюшни хотя бы иметь уже хорошо но очень долго отсрачивалась постройка казарма 17 века они бы уже могли производить винтов но однако все это очень сильно замедлилась ферс но уже потихоньку развивать пьемонт у него также ставится 4 конюшни и антоха потихоньку выдвигается и ставит русскую стену ну кстати говоря русские стены дольше всех строится а польза от них такая же как и от других каменных стен вот этом я не понимаю прикол строится дольше но никакого прикола в них нет ни по хп ни по бароне ничего ну и попытка от антохи за агрить меня наверное ну и в принципе это срабатывает я перевожу все войска в этот угол ну и в принципе давайте посмотрим на количество войск достаточно интересно 182 русских стрельца 95 рундашер наемников 185 пикинер еще осталось 240 мушкетер 78 ягерей 230 конных и где-то 25 артиллерий ну и тут у нас небольшой замес уже на взрывает арен хван пытается дефаться от ферс но но однако у него столько ближников что забор можно снести за секунды но почему-то он срывается их юнитов и все-таки не уничтожает до конца этот долбанный чистокол надо ему врываться конечно же переводит все войска конечно же арен хван на этот фланг но сможет ли он отбиться крайне будет тяжело ибо очень много мяса со стороны бирюзовым как-никак но шансы всегда есть его него профильные стрелки и это позволяет ему более-менее хорошо держаться у него уже фуловая силу выстрела скорострелка сейчас глянем тоже есть обе скорострелки качается дальность артиллерии но и готовится по ходу дела битва против фар снова но на самом деле зря он уничтожил тот чистокол который был он бы мог хоть как-то но помочь но и в принципе есть в шанс у айрон хвана но насколько они реализуемые так скажем продавлен центральный фланг однако субочинно заходи рагуны из другого фланга и также осуществляется прорыв но в принципе но все равно фар снова есть преимущество ибо у него еще тут накоплено очень мало армии еще у него добавок огромное количество наций зданий от них что позволяет ему очень сильно их реализовывать в борьбе против айрон хвана ну и потихоньку сливаются войска эйрон хвана да он поражал тут немножко даже базу подбил немножко экономику захватил пару зданий но однако он проиграл данную битву и ничего ему не светит антоха тут перебирается со своими крестьянами через всю карту дальше мы видим что он делает потихоньку уже начинается расстройка все больших масштабах давайте посмотрим качаются ли шахты пока нет от ферс ночь а тоже можно глянуть 40 также на шахтах он тохи 15 вообще но разумеется у него шахта было все захвачены из-за этого у него все тяжело продавливают айрон хвана но и в принципе он сдается понимает что тут уже ловить нечего хотя он мог побегать крестьянами по карте но не стал тянуть время и правильно в принципе хороший тон хорошие манеры уже хорошо но он тоху тут уже на самом деле очень сильно отжирел и надо было его конечно мне хотя бы прессовать пока тут воюют но я решил бороться в развитие уже россии вышел век ну и пьемонт тоже не за горами от выхода век что конечно мне очень нужно ибо во первых это большая масса во вторых качество армии будет больше ибо у пьемонта есть драгуны 18 века которые достаточно хорошие ну и потихоньку выдвигается моя армия ближе к центру Антоха тут решил передислоцировать войска на правый фланг с ферсновым они решили по ходу дела организовать некий альянс и задавить отжиревшего объявила так уж скажем сколько тут конных егерей почти три сотни конных егерей ну в общем вы можете посмотреть количество юнитов огромное просто количество в Антохе тоже можно глянуть ну тоже очень немало юнитов 600 гайдуков 250 мушкетер 260 венгерских гусар но однако они вообще не прокачаны у меня же конные игры были почти в флоуме ну в флоуме там на самом деле далеко там 32 атаки у них максимум ну хорошо вкачаны до флоу их им далеко и тут отстраивается городской центр в попытках чего-то по крайней мере ну и что сейчас у нас состоится по ходу дела битва которая может показать немалое армия разумеется очень разрозненная из-за того что она шла через холмы через горы это конечно очень сильно сбивает но и конными егерями тут потихоньку мансуется все ставится уже козы века за португалию за венгрию уже строится сики ну и фирс но тоже переходит в атаку ну и состоится генеральное сражение в данный этап уже очень скоро минус 50 уже по золоту что конечно очень сильно мешает это крайне печально 43 тысячи золота у фирс но на данный момент ну и конные егери потихоньку до конца вкачаны они в атаку 31 атаки у них не 32 32 этого венгерских ну и с другой стороны атакует у нас антоха что конечно разрывает мою армию это очень неприятно но приходится воевать тем чем есть все таки ну пересылая всю армию на антоха понял что надо убивать его ну и конные егери тут немножко выполняет свою роль по задержанию и сливают очень немало армии но однако как то они странно бегают но очень немало они убили жалко что не показывают сколько я свой реплей к сожалению удалил он у меня был записан но я случайно удалил свой профиль в казаках и в общем то перескинули этот реплей ну и армия антохи в принципе слита осталась битва против фаерснова который конечно же посильнее будет но насколько это мы увидим в бою конечно конных егерей уже почти не осталось которые очень неплохо помогли в битве с антохой они съели огромную часть армии но если бы не мешал сейчас фаерснова то можно было добить антоху и уже один на один воевать продолжать с фаерсновом но он не позволяет этого сделать тут уже стоит 2к за 18 века за россию за пьемонт еще только собирается у меня все это дело 4200 предел по населению 4000 уже построены юнитов у фаерснова давайте тоже глянем тут происходит баг и мортиры начинают ну вот я через арт обстрел использую артиллерию и мортиры тоже периодически начинают стрелять но я не знаю можно ли мортирами в третьих казаках убивать юнитов в первой части точно можно было но здесь я не знаю к сожалению врезаюсь конными егерями я в артиллерии чтобы не давать ей стрелять как можно меньше было произведено залпов тут очень плотно спрорисовались войска но однако получается прорвать россия полностью вкачанная что конечно очень мощно артиллерия конечно тоже под ударом кавалерии антохи тут альянс все таки был разбит по отдельности но однако они очень сильно потрепали войска что не позволяет вести боевые действия очень долго разумеется тут антоха идет дальше в атаку чтобы не дать мне восстановиться но у него войск не так много все таки у меня их побольше да и артиллерия тоже очень хорошо отстреливает эти кучи венгров и остальных наций ну и фэрсноу уже снова собрался в атаку он строит очень много пикинер три казармы россии 18 века строит пикинер 18 и еще из 17 века то уже они строятся что дает очень неплохое мясо у меня же строится только стрелки и из дипломатического центра рундаширы уже заняты все каменные залежи даже разными нациями из россии из-за португа из-за пьемонт уже взятые кирки ради высшего блага ради каменной экономики ради бога камня но фэрсноу тут немножко зацепляет так скажем антоху и чуть-чуть мешает он ему разумеется я отхожу потому что надо подкопить армию ибо очень сильно изнурила меня эта битва все таки надо и развиваться и все делать за век век пока что за пьемонт еще не вышел но однако развита уже россия максимальные практически прокачки не хватает только скорострельности но крайне тяжело ее взять ибо надо развить еще и остальные нации построить здания но и также имеется три конюшни за россию это тоже не дешевое удовольствие да на такой конечно этап уже это вполне позволительно давайте посмотрим на базу фэрсноу что у него есть вообще по 4 конюшни у него за каждую нацию за россию тоже что ли 4 конюшни надо бы досмотреть нет за россию ни одной конюшни нету ставится пьемонт португальский уже казарма у него есть преимущество по количеству наций есть венгрия есть пьемонт есть россия то нет по нациям одинаково хотя мне казалось что больше нет все таки три нации против трех наций но и антохи венгрия португалия россия тоже три нации ну больше вроде как нации не найти ну есть еще моя швейцария но пока она никому не досталось и не достанется скорее всего до конца всего этого боя в чем конечно небольшой плюс потому что есть ягеря которые очень неплохо могут настреливать конечно же нацию желательно не отдавать в данных боях посмотрите только на количество мяса 800 пикинеров XVIII века 400 копейщиков ну и еще рундаши по три сотни двух наций стрелков да маловато на самом деле стрелков что ослабляет безусловно армию ибо на одном мясе уже такой этап не выиграешь ну и посылаю я тут своих конных егерей на уничтожение этой микро базы антохи ибо он тут ставит казарму XVII века и это я понял сразу что что то тут не то и будет это крайне сильно сбивать с толку и надо это уничтожать поэтому отсылаю я своих конных егерей для уничтожения данной базы 4000 лимитов у фарсноу у меня 4 600 у антохи 2200 ну пока что по лимиту иду впереди но фарсноу все тоже хорошо но тем более есть португалия которая имеет добровольцев которые строятся в два раза быстрее чем мушкетера и при этом имеет одинаковую силу выстрелов да у них разная скоростейность вот да вот пьемонт португалии жалкого не было не смог я так ее захватить насколько я помню ставится уже казарма восемнадцатого века от пьемонта разумеется надо их развивать и положить так скажем начало более мощной армии так в антохи потихоньку тут тоже подкопилась уже армия нехилая 400 почти пикинер России 350 добровольцев ну и козы века перестанавливается сюда было потрачено тут уйма золота конечно на эти казармы но в пустую на самом деле так ну и что тут уже просто проблемы дикие с населением крайне тяжело увеличивать население уже стало еще из-за того что я за забором живу опять же это тоже некое усугубляющий фактор расширение базы ставлю дома как только могу но они во первых дороговатые уже становятся да с такой экономикой конечно уже особо это дело не почем но все может быть пока золото не грядится минус двадцать по золоту идет конечно это очень много но надо в будущем разумеется качать это все дело ибо очень сильно прижирается все это делом так ставится две казы пьемонта три казы пьемонта вот еще одна и еще одна каза швейцарии но это по-моему только третья казарма ибо нет четвертая казарма это идет что конечно очень нужно ибо егеря это очень хороший юнит который обладает 50 51 они все быстро все таки да у них низкая скоростейность но они очень мощные антоха тут уже неплохо этот разжирел но однако тоже нехилы армии у нас с ферстном разумеется у нас примерно одинаковый лимит уже крайне тяжело просто расширяться по лимиту ну и пора принимать бой разумеется ставится козвека это конечно расширяет лимит но там на 100 на 200 лимита это конечно супер сильные погоды не сделают ибо этот лимит забьется за несколько секунд ну вот смотрите 5300 5400 лимит и смотрите насколько быстро он летит вверх меньше чем за полминуты больше сотни юнитов наверное будет накапливаться ну и с золотом проблема конечно минус 64 уже по золоту все это из-за артиллерии разумеется ну и постройка юнитов тоже сжирает очень мало ресурсов конечно шахты надо было качать но пока не до этого было все таки 5100 лимита у фэр снова 5600 лимита у меня и у антохи 3200 огромные масштабы еще бой будет продолжаться немало по времени уже прошло 57 минут от начала данные катки фэрис но тот решил немножко выдвинуться в эту сторону и поприжать антоху он так захотел походу ну и антоха немножко решил подтягаться с армией белых белых угловых так ну что скоро у нас битва должна прозвучать секунка компоную я войска чтобы не слить их по частям разумеется ставлю несколько башен на возвышенностях ну и давайте глянем сколько артиллерии у каждого да и вообще юнитов каждого типа фэрис но вы видите и у меня 600 стрельцов 400 мушкетер 500 рундашир 100 драгун 300 мушкетер еще 500 рундашир артиллерии только больше 50 мортир тоже 40 очень немаленькая армия почти 400 егерей это огромная армия ну конечно конных егерей уже не так много 200 штук но однако они тоже свою пользу вносит на самом деле в таком этапе уже надо переходить на драгуна XVII века с егерей конных ибо от ближников на данном этапе пользы крайне мало все таки отступает Антоха на свою базу ну и решил все таки идти обратно ну посмотрим посмотрим что покажет из себя битва по сути должна уже вот-вот наступить финальная битва которая решит уже кто должен доминировать на этой карте или по крайней мере какого игрока выжмут из данной битвы кто потерпит кто поражение сокрушительные или же крайне хорошее хорошее апгрейд апгрейд ну это не «на 4 казармы швейцарии 5 стрелецких казарм можно было конечно и больше сделать приказы века россии 3к за 17 пьемонта 4к за 7 на 18 пьемонта также конюшен 5 швейцарских и и конечно россии так и осталось ну и 5 конюшен пьемонта так давайте глянем сколько зданий у фер снова потихоньку на них тут назревает стычка с антохой ну и глянем сюда как на советских казарм также 5 штука фер снова 3к за века ну все в принципе тоже хороших количествах но однако коз века за три нации уже имеется по три штуки в принципе 4 уже тоже недалеко давайте глянем сколько у антохи чего принципе него тоже 4 нации должно быть есть португалия есть венгрия есть россия пьемонт 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 тоже вроде должен быть не факт но должен быть нету пьемонта в антохи но вот как и мне не позволили португали заходить ему не позволяет захватить пьемонт но на данном этапе уже конечно захватом нации все очень тяжело ибо объемы битвы просто колоссальные и успей только законтролить почти 7000 лимита у фер снова уже 7 300 но разумеется из-за четвертой нации у него куда все легче с лимитом происходит делом ну и он разумеется за счет этого пытается бой все больше и больше строить потихоньку пытаясь тоже расширить лимит но уже просто надо вылезать с базы строить дома где попало ну и козы века тоже больше больше и больше закладывается минус 91 по золоту потихоньку прокачиваются с шахты но это тяжело все идет либо надо и развиваться и ставить змеется грейды на шахтах у ферс нового запас 60000 золота он мог бы за пьемонт еще одну козу поставить за россию еще одну козу поставить в принципе очень немало ну что 8 fps у нас на данный этап посмотрим когда же уже будет битва час семь прошел от боя началом стоит каменные стенки по краям карты что принципе не позволяет особо совершить рейда и войска чисто встали на пол карты практически у меня тоже самое примерно из армии ну и лимит 5 7 7500 и 7600 у меня у антохи почти 5000 суммарно 20 практически тысяч юнитов на карте но и так крайне сумасшедшие цифры конечно на самом деле это катка одна из самых интересных за все время поэтому все будет еще впереди да золотом дикие конечно проблемы еще происходит минус 102 по золоту 102 по золоту это огромные просто цифры ну и по артиллерии зато 50 пушек 50 гаубиц 85 мартира но мартира пожалуй пока не пригождаются ибо до зданий доехать еще надо давайте посмотрим сколько артиллерию фэр снова 57 пушек 20 даже больше 70 пушками разумеется и за счет четвертой нации куда легче иметь больше артиллерии да и вообще юнитов за счет того что больше зданий можно построить 8000 лимита и 8000 лимита вот уже собственно 22 21000 лимита на карте и происходит уже назревание битвы между мной и ферс новым которая должна решить кто будет доминировать на этой карте или кто проиграет данным игре разумеется происходит дикие лаги и бы 34 fps а самом деле по моему когда играли эту битву было куда побольше fps она крайне все тяжело идет покадровые слайды просто ужас артиллерия пытается стрелять но настолько много всего что просто не переваривает игра всего этого лимит умирает просто за секунды по сотне уходит конечно артиллерия дает свое но и вражеские войска также очень неплохо все убивают лимит уже около 5000 антохи 5 600 он уже догнал нас по лимиту форс но уже слил лимит до 2 400 но при этом почти 2000 лимита только крестьян поэтому конечно многое значит небольшая армия стрела на холме но однако эта армия может позволить себе очень хорошо обороняться и они отстреливают огромные вражеские армии в принципе очень тяжелое положение на данный момент у меня его с населением все крайне тяжело и еще вдобавок 2 оппонент решил напасть на меня это конечно крайне тяжело и попытка конечно отбиться будет предпринято но насколько надо быть монстром чтобы отбиваться от 2 в таком этапе когда уже 20 с лишним тысяч юнитов это практически невозможно ибо во первых управлять армии крайне тяжело артиллерии я уже не говорю ну и вдобавок просто-напросто вдвоем на меня идут и занимает холм антоха и и у меня просто мортиры поехали по холму и едут посреди антохиных войск ну в общем арта вся залагала армия вся практически закончилась 3000 лимита из них от армии наверно 1000 чуть больше естественно ресурсов на стримбу крайне не хватает ибо шахты прокачивать как бы практически бессмысленно ибо не смысл разумеется есть но все равно даже если вкачаешь шахты то крайне мало они те принесут уголя и железа конечно у ферсного есть запасы но он их на меня это более чем уверены ибо с 30 и 40 добычи ты столько не заработаешь ну и потихоньку антоха отстреливают мою базу мортирами уже понятно что мне тут не жить ибо альянс из антохи ферс нос делал злую шутку так скажем со мной пытаюсь я уничтожить вражескую артиллерию мортиры в принципе задача была выполнена и большей части марте было уничтожено что позволяет мне еще немножко подкопиться но однако армии почти нету и антоха и решил уже идти дальше на меня крайне печальное положение на данном этапе форс но на самом деле сейчас самое выигрышное положение он должен по сути выигрывать эту игру но что будет мы увидим дальше антоха дальше продвигается на мою базу я разумеется ступа глубже ибо крайне все тяжело с количеством у меня да и артиллерии тоже нету просто-напросто надо подкапливать армию но приходится воевать ибо если займет холм то это уже будет потеря по так ну и отлагала наконец-то у меня игра но походу при записи у меня все зависает что конечно совсем печально я не понимаю почему без записи у меня сейчас отлагала только что и буквально тут сразу зависает игра не переваривает реплей просто данный замес и я не знаю что происходит уже просто дикер синхрон происходит но все-таки отлагала вроде как игра надеюсь уже такого сильного пролагивания не будет у меня я просто запись пытался уже чуть ли не реаминировать ибо крайне все зависало все продавливается моя база и тут я уже понимаю что все нечего ловить уже и восстановиться не получится конкуренцию создать никому не получится ибо уже снесено очень много тех зданий которые крайне дорогие и будет снесено поэтому еще и вдобавок крестьяне все убиты что не позволяет вообще ничего сделать конечно есть ресурсы на стрельбу и все остальное но крестьяне потихоньку сдыхают как и все здания и юниты тоже фэрс но тут также зашел на холм и тоже уничтожает мою базу ну вот собственно альянс фэрс но и антохи окупился они уничтожили белую чуму так уж скажем хорошо очень отсиделся на базе и очень хорошо отвоевал по две армии долго достаточно приходилось держаться но получилось сколько получилось час двадцать уже прошел от данной битвы но и время сдаваться время сдаваться уже армии почти нету пятьсот лимитов всего лишь осталось давайте глянем сколько фэрс ноуте почти 5000 у антохи 3000 лимита ну хотя бы сократили с 20000 до семи ну десяти тысяч юнитов на карте ну и антоха тут пытается зайти на холм тут посмотрите сколько артиллерию фэрс но это же настоящая жесть такое ощущение как будто я побольше чем в цифрах но в принципе тоже немало на самом деле конечно же мы и в принципе все сдаешь и остаются фэрс но с антохой один на один смогли они забороть и уничтожили просто полностью не дали даже попытку на победу ну и взрывает замес между антоха и фэрс но он на самом деле фэрс но должно быть преимущество ибо как-никак он база всегда имеет у него на одну нацию больше и должен он побеждать в данные и битве игре но пока еще ничего не решено антоха идет с этой стороны у него конечно армия на самом деле то поменьше почти в два раза чему снова но пока он держится и основное направление он как раз пока от армии не подошла атакуют единственная проблема что у фэрс но очень много того мясо которое почти бесполезно на данном этапе и конечно лучший мест рукава войска место пик века пики века на данном этапе крайне не эффективны до мясо составляют они но они отстреливаются за секунды и просто от стрелка даже одного куда больше толку будет те же добровольцы вон как мочат ну конечно их немало антоха тут врывается на самом деле на базу фэрс но тут какие-то части пытаются все это дело порешать и у фэрс но подходит артиллерия огромные просто стак пушек который может накрыть просто пол карты уничтожит здание с одного залпа это более чем уверен у фэрс но еще и заначки на базе есть которые помогут ему отбиться и в принципе он зажимает в кулак в кольцо точнее войска антохи и в принципе получается у него уничтожить основную армию антохи еще тут остается небольшая часть которая задерживает по крайней мере спам но и антоха тут решил с другой стороны немножко поддавить но и на самом деле спасти антоху может то что он уничтожит артиллерии фэрс но если уничтожить конечно будет очень тяжело ибо у него у самого артиллерии почти нету строится мортира но мортиру пока не используется отводится армия но возвращается обратно кстати фэрс но забыл закрыть ворота что позволило антохи зайти более беспрепятственно ну и пока что все выглядит на стороне фэрс но у него еще тут армии огромные копится 4 казармы португалии которые спамят добровольцев это же дикая мощь на самом деле ищут вообще всех казарм там по 4 огромные залпы просто от артиллерии должны сравнять просто армия антохи землей но как все будет мы дальше увидим разумеется уже своими глазами тут по захваченному конечно моя бывшая база но антоха тут потихоньку копится давайте глянем сколько лимита у игроков примерно одинаковые на самом деле лимит и уже шансы более-менее сравнялись но у фэрс но есть огромное все-таки количество артиллерии почти 100 штук пушек только которыми надо грамотно контролировать их и уничтожать как можно больше всего уничтожается одна казарма 17 века у фэрс но конечно от нее смысла это и уничтожение смысла не сильно много но это уже реализация марте как никак от антохи собирается он с другой стороны наверное будет ударить во фланг во время основной битвы но и по ходу дела уже наступает на самое главное сражение за победу на данным карте ну огромные просто ямы образуются артиллерии фэрс но это ж надо штук артиллерии заиметь но проблема в том что вообще галбицы можно было просто в атаку послать они автоматически хорошо достаточно стреляют а вот пушками уже надо управлять ибо они только автоматически картечь умеет стрелять основное управление фэрс но в принципе продавливает но огромные потери у него запасы идут конечно с базу на основная армия состоит из пикинер которые дохнут только так на самом деле их отстрелить легче легкого на данном этапе час двадцать семь уже прошло ну и антохи есть все шансы на самом деле еще затащить главное захватить как можно больше артиллерии или уничтожить ее с другого фланга заходят драгуны которые очень эффективно могут настрелять но однако они все падают с артиллерии да у фэрс но получается тут по немножко поражимать и очень тяжело идет битва для обоих игроков на самом деле крайне крайне тяжело артиллерии надо уничтожать здание пока есть возможность но отводит фэрс но артиллерии в принципе тоже логично ну и гаубицы скорее всего будет как эта часть захвачена антохой и в принципе все на стороне того кто победит крестьяне срывается от антохи что может конечно же спасти его на самом деле на данном этапе по ресурсам у него все очень даже хорошо сто восемьдесят тысяч угляда сорок шесть тысяч железо у фэр снова все немножко по беднее но однако он на меня тоже может там немало ресурсов ну и крестьяне с им зерга рашем уничтожают и продавливают фэрс но конечно фэрс но тоже ответ на выносит крестьян но все-таки антоха пока что выглядит выгоднее его ситуация ну и уничтожается захватывается тоже артиллерия антохой но тут крайне миссисто все старая партия крестьян от антохи однако фэрс но тоже подводит свой крестьян но однако не уже заканчиваются армия тоже заканчивается но пока что он то есть все идет на его стороне ну и принципе победа должна идти за ним и уничтожается уже здание конюшни которые конечно огромную мощь имеют от себя гренадеры россии строится от антохи не знаю почему на самом деле ну да они имеют чуть больше хп но имеет меньшую скоростейность чем мушкетеры при этом ну и у антохи на самом деле хорошая очень армия на данный момент и он мортирами очень удачно уничтожает здание фэрс но ну и в принципе победа за антохой можем поздравить антоху очень хорошая получилась у нас фу фашка надеюсь вам тоже очень понравилось с победой антоху но и надеюсь вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь всем удачи всем пока такие бойцы нам нужны повышают тебя в звании